друзья всем привет приучаю молодежь таким образом выпустил полуголодными на улицу скосил траву вот здесь или наканцы и армянские горе визе и дядя шаковские пескуные которые он мне подарил лубей пока так приучаю пока не гоняю особо потому что разного стиля голуби так чисто травку покушать да вот наверх постоять им приучаю вот это пескуны этого года но еще здесь есть голуби из агасовской линии я их в этом году не буду пока трогать но пескунов много они наверху уже купил вчера короче гипсовые такие эти гнезда потому что вот на например на таком без гнезд не получается они стены тащат а это все вот проваливается низко получается без гнезд нереально короче умудрились застрять как вот как вот чем неудобный мне вот эти вот видите плохо держится и они вот получается застряли сюда зашли и застряли давай вот я вот так оставлял они зашли и умудрились застрять как бы вроде как удобные а вроде как и не особо то и удобные вот надо как-то вот так поставить чтобы надо ну как бы сделать нормально просто есть некоторые дефекты в этих гнездах которые надо устранить просто вон они мои красавчики вот эта метка на голове и вот та еще метка на голове, в углу стоит, да, вон они, поедут в Москву на днях, два белых, пескунята, ну так, пойдемте дальше, пойдемте-ка, линоканцы, что вы испугались-то, вот так, то туда, то сюда, пока приучатся, эти, короче, я буду гонять сам, эти линоканцы, вот здесь дядя, дядя Шаковские голуби, кобры мои, линия кобры, короче, я их так назвал, мне дядя Шак говорил, что это вот такие голуби, кобра, голова, как у кобры называется, не знаю, как-то так, это по шейкам, тут пескунята вылупляются, тоже сюда гнезд поставил, и поющих, несколько пар, вон, пескунов уже вышли, из-под поющих, ну где-то уже 5-6 пескунов из-под поющих, нормально, растут и хорошо, а это вот голуби, которые были привезены из линокана, вот, здесь тоже пескуны есть, как бы, в сторону огонь всех выброшу и буду гонять до осени прямо, вот, видите, не видел даже с бровью, смотрите, какая красота, вылупился, так, вот так вот, это вот, кстати, вспомнил пока, если Эдгар смотришь меня, ну, ты меня-то смотришь, я имею ввиду это видео, если увидишь, вот этот пескун, короче, вышел из-под третьего номера, самец с белым кольцом, и желтая голубка, из-под этой, короче, с ха... с кривой хохлом, вот, где она сидит-то, так, это самец сидит на гнездо, вот это их получает первый выводок, вот, а самка кривочубая, вон она, она в том году мне пескунов дала с красным, с... с агасовскими, ну, вот, мне очень понравились, а теперь вот с твоим, короче, кинул чистыми, чисто есть привезённые слиноканы, которые... сейчас посмотрим, что получится, в этом году буду гонять вот эту, короче, проверять, и ещё твой же самец с самкой, есть пескуны от них, которые тоже надо попробовать, вот это с зелёным крылом, который у нас самка-то, так, пока вспомнил, сказал, тут у нас... это крач, твоя самка, которая моя любимая, вон, за ней пескун, тоже её, уже прошлогодний, я погонял, закрыл её, суперские, короче, голови, оставляю из-под них всё себе на гон. Вот из этих чёрных ещё, вот, думаю, погонясь бы в этом году, в том году, короче, я неправильно гонял их, надо на диету посадить и погонять ещё раз. Сызы здесь точно будут проверяться уже из-под моих пескунов с того года. Вышли пескуны. Ну, короче, вообще, в этом году, прям вот, сейчас вот начинаю, вот это просто подготовительное видео у меня, вот завтра, послезавтра, и начинаем всех гонять по очереди. просто на диету с сажами начинаем гонять пару месяцев и смотреть результаты. Прям вот хочется сделать то, что в том году не удалось сделать мне. всё, всё, всем пока, спасибо за просмотр, всем пока.